еще в конце прошлого года инстаграм проанализировал поведение своих пользователей джензеров и постановил что в 2022 году одним из главных трендов в социальных сетях в эстетике будут dark академия это старинные библиотеки мрачные препи и гос это все что приходит на ум при слове готика как воду глядел на сегодняшний день у хэштега dark академия 3 и 3 миллиарда просмотров тик токи а у вас нешуточные 15 миллиардов интересно что в январе показатели готики были 8 и 8 миллиардов то есть за год цифра выросла практически в два раза хотя хэштег отнюдь не новый если с теорией какие времена такие образы мы сроднились еще в феврале и марте то под конец года можно выдвинуть еще одну версию популярности госкор готика нам нужно было для того чтобы не сойти с ума от вредного подавляющего влияния барби корр и валентина пинг пи пи кстати официально ставших главным трендом 2022 года черное платье обувь губы иногда даже в сопровождении шипов и цепей стали таким своеобразным островком спокойствия здесь наш глаз отдыхает мы переводим дух перед тем как снова нырнуть в бездну ярко-розовых компейнов всем привет с вами юля я дизайнер бренда джулиев и в этом видео мы с вами обсудим гардероб главной героини нашумевшего сериала от netflix и узнаем какие бренды предпочитает уэнсдэй 2022 если вы скажете что вы ничего не слышали об этом сериале я вам не поверю просто о нем сейчас говорят везде и постоянно и даже при огромном желании не смотреть на дженну артега у вас все равно это не получится все соцсети заполненные фанатскими роликами где блогеры повторяют нашумевший танец уэнсдэй дополнительной пикантности сериалу добавляет участие кристины ричи которая сама играла уэнсдэй в семейке адамс семейных ценностях адамсов вышедших на большой экран в начале девяностых и как бы сроднилась с этим образом до недавнего времени при упоминании уэнсдэй большей долей вероятности вы бы представили ту самую бледную ричи с двумя косичками уже в первые 10 минут сериала мы узнаем что уэнсдэй аллергия на цвет начинается крапивница плоть отслаивается от костей делится героиня подробностями правда это или художественное преувеличение в конце концов она писательница зритель так и не узнает уэнсдэй весь сезон будет верна своей мрачной палитре допускающий помимо доминирующего черного лишь немного белого и серого в школе невермор где все остальные ученики носит черно-синюю форму для девушки подготовили специальный вариант черный с серым если сравнивать новую уэнсдэй с версией из фильмов зоненфельда то эволюция на лицо да уэнсдэй ходит по-прежнему с двумя косичками но они уже не такие тугие да еще и с челкой до адамс по-прежнему мертвенна бледна но в этот раз у нее веснушки по словам колин этвуд художницы по костюмам суммарно все это помогло добавить персонажу уязвимости как результат уэнсдэй куда меньше похоже на ребенка призрака из фильмов ужасов возможно по той же причине этот не захотела делать в гардеробе героини упор на викториану напротив собирая костюмы она ориентировалась на 60 и 70 да и современных вещей уэнсдэй предостаточно раз уж начала про эту вот продолжаю детали образа гардероб макияж уэнсдэй адамс который мы видим глазами тима бертона достигает особых степеней детализации соответствуя настроением поколения z убедительный образ новой вэнсдэй сложился благодаря работе суперзвезды дизайна кинокостюмов обладательницы премии оскар колин этвуд среди работ которые такие фильмы как сонная лощина свой не тот демон парикмахер с флит стрит чем дальше в лес фантастические твари преступления бриндевальда и грядущий ремейк русалочки в 2023 году с коли бейли оли нет вот рассказала что в образах для сериала она хотела отдать дань классическим произведениям про семейку адамс таким образом в новом сериале появилась всем нам знакомое платье школьницы с белым воротничком сериал начинается с уэнсдэй который мы все знаем в маленьком черном платье мы сделали воротничок немного более заостренным но идея была в том чтобы показать образ знакомый зрителю первый эпизод разворачивается в яркой цветастой американской школе так что уэнсдэй сразу выделяется на ее фоне но в то же время для дальнейшего повествования мы хотели обновить ее образ углубить его говорит колин этвуд этвуд постаралась отразить с помощью одежды беспокойного подростка из поколения z так что классические платья уэнсдэй дополнились многослойными нарядами с жилетами рубашками и лонгсливами часть одежды художница по костюмам брала взоро а черное платье в котором уэнсдэй отплясывала свой знаменитый танец нашли у бренда алая это более праздничный вариант любимого образа уэнсдэй в нем также присутствует отложенный воротник но на этот раз черного цвета черные рюши длина мидии притальный силуэт делают образ готическим а еще здесь уэнсдэй впервые отошла от своих традиций вместо обычных косичек сделала прическу из косичек в этом ансамбле который легко мог бы быть творением тома брауна можно углядеть отсылку к творчеству тима бертона в уэнсдэй он вообще постоянно ссылается на самого себя еще один громкий намек на творчество режиссера случилось уже во втором эпизоде когда главная героиня принимает участие в кубке по гонки частично на каное частично пешком правил в ней нет если не считать того что каждая команда выбирает для вдохновения один из рассказов самого знаменитого выпускника на эвермора эдгара по уэнсдэй достается черный кот а вместе с ним и кэт сьют с ушками и как здесь не вспомнишь что именно бертон подарил миру женщину-кошку в исполнении мишель пфайфер ну или в начале 90-х режиссеру пришлось отказаться от съемок семейки адамс из-за работы над бэтмен возвращается на экране уэнсдэй часто носит клетку возможно потому что это один из ходовых черно-белых принтов хотя зная детальный подход этот хотелось бы предположить что это не просто клетка а шахматная доска как напоминание что решив расследовать происходящее на окрестностях невермора убийство главная героиня ввязалась в игру с неизвестным противником который думает на несколько шагов вперед главный предмет гардероба героини безусловно выразительное платье из черного тюля которая она якобы покупает в комиссионном магазине готовясь к выпускному на самом деле это платье из коллекции сезон осень 2020 было куплено в бутике алая на роскошной лондонской бон стрит к платью героиня подбирает элегантные лакированные туфельки кристиан лабутен фасоном мэри джейн неожиданно оказалось что львиную часть гардероба уэнсдэй выслеживающий в этом сезоне неуловимого монстра хайда составляет трикотаж несколько контрастных черно-белых свитеров включая жилет zara своеобразным вырезом а также хлопковый кардиган миу миу в черную горизонтальную полоску с бантиком модное сообщество не обошло вниманием и повседневную обувь героини среди пар которые особо прозвучали массивные школьные туфли прада со шнуровкой мартинсы на утолщенной подошве и безусловно кроссовки слайдер black от naked wolf практичная черная куртка в которой у уэнсдэй адамс появляется в заключительном эпизоде создана британским брендом lk беннет укороченного кроя с четырьмя карманами и большими круглыми пуговицами она отлично сочетается с трикотажем и в кадре мы видим эту куртку в тандеме со свитером бренда j crew недавно колли нет выдавала интервью американскому harper's базар и рассказала про работу с черным цветом если взять черный цвет и добавить ему немного другого оттенка чтобы при освещении он становился более насыщенным черным он никогда не провалится в эту темную дыру именно поэтому образы уэнсдэй никогда не были полностью черными когда я готовилась к этому видео я безусловно перелопатила огромное количество информации в интернете и конечно же все началось с этого знаменитого платья с валанами ирюшами и все паблики как один писали что это платье бренда алая сезона осень 2021 я нашла эту коллекцию посмотрела и да действительно там есть одно платье которое прям супер подходит но она с рукавами я вначале подумала что это платье взяли для съемок и отрезали рукава ну так по-хулигански а потом думаю а если бы взяли изделие бренда шанель или gucci что тоже бы краили перерезали я искала более подробное фото артеги в этом платье собирала скрины из эпизода и пришла к выводу что то эти платья похожи но двойняшки они однояйцевые близнецы платье алая выполнена из кружева принт которого прослеживается на рукавах на белом фоне рюши на груди более таки не спадающие а нижняя часть это несколько юбок разной длины теперь посмотрите на платье уэнсдэй она как-то загадочно блестит на свету кружева так отражать не будет только шифон или органза плюс рюши уэнсдэй больше держит форму они не опадают с плеч и делают их объемнее также низ это юбка миди на которую нашивают валаны разной длины и вот у меня вопрос почему все говорят что это платье бренда алай из коллекции осень 2021 и ссылаются именно на это фото ладно никакого заговора и обмана нет это платье действительно бренда алая просто видимо те кто пишут статьи не так немножечко списывают друг у друга как в школе добавляю что-то свое таким образом 1 ошибся остальные подхватили эту ошибку а платье именно то которая в сериале но тоже из осенней коллекции но 2020 года я также посмотрела эту коллекцию все ссылки оставлю в описании и нашла там его шифоновое платье без рукавов и так какие выводы мы можем сделать в конце сериал уэнсдэй объединяет несколько поколений и стирает границы между ними между теми кто до сих пор помнит танцевальный жест семейки адамс щелчками пальцев и теми кто представляет поколение z повторяя безбашенный танец уэнсдэй в тик ток из нового сериала netflix следующий вывод это то что уэнсдэй больше не представляет собой страшную девочку из ужастиков которая вместо барби играет с черепами и предпочитает тестирование гильотины обычным догонялкам это уверенная в себе девушка с хорошим развитым вкусом более человечная хотя и достаточно закрытая для обычного человека изучив гардероб уэнсдэй 2022 можно уверенно сказать что гомес и мартиша не экономят на своей грозовой тучке у девочки есть и кардиган от миу миу и не самый бюджетный жакет от lk беннет ну и в завершении хотелось бы сделать вывод о том что готический стиль сейчас максимальном тренде тут все звезды сошлись этот тренд уже набирал свою популярность а благодаря netflix укрепил свои высокие позиции наблюдать предсказания аналитиков мы могли и вне соцсетей так сначала мы разглядывали облачившихся в готов звезд на красных дорожках а потом и моделей на показах весна-лето 2023 где-то между вероятно в тот момент когда бренд gcds укладывал эльзу хоск в кровать видео гроба для новой компании навеянной дракулой мы могли бы подметить что масло в этот мрачный костер подливает рок-звезда трэвис баркер с кортни кардашьян весь год глянец то и дело вспоминал их итальянскую свадьбу в total black образах на этом у меня все если вам понравился ролик поставьте пожалуйста лайк и подпишитесь на канал для меня это будет самым лучшим комплиментом от вас всем хорошего настроения и пока пока